Друзья, всем привет! На связи Ярослав Мудрый и по вашим просьбам я решил записать видео, точнее выйдет даже, наверное, два видео про то, как я делаю технический анализ, как я определяю свои точки входа, которые я публикую бесплатно в своем телеграм-канале, ссылочка на него есть в описании к этому видео. В общем, как я определяю, что сделка краткосрочная, среднесрочная, рисковая, нерисковая, как я определяю цели, где я буду снимать профит и так далее. В общем, сделаю два видео. В этом видео, которое вы сейчас смотрите, мы определимся, как ставить правильно сильные ценовые уровни и как определять общее движение цены, чтобы нам понимать, куда цена идет, первонаперво, да? И второе, понимать, где мы можем купить и где мы можем продать, чтобы вот сделка у нас была более уверенная такая, и мы как бы не заходили раньше времени. В следующем видео мы уже поговорим, как определять сделки на более краткосрочных таймфреймах, то есть, чтобы заходить раньше, чтобы стоп-лосс у вас был маленький, скажем так, как он у меня там до 15 пунктов, да, получается. Также определим, как вот понять этот ранний разворот цены, потому что глобальные таймфреймы – это хорошо, но они всего лишь дают больше анализ, а сам вход уже происходит на более мелких таймфреймах. И вот во второй части, которая будет также опубликована на этом канале, на котором вы смотрите видео, на который вы, возможно, не подписаны, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить, будет опубликована и вторая часть. Ну а сегодня поговорим именно про сильные уровни, про глобальные тренды и как определять вот общее движение. Итак, начнем сразу с установки сильных ценовых уровней. И вы должны понять, что ценовые уровни, те, которые сильные, мы можем ставить только месяц, неделя, день. Ниже мы опускаться просто не имеем права. И, кстати, у меня вот на этом канале, на котором вы смотрите, есть видео про три правила построения сильных ценовых уровней. Поэтому, если вы что-то сегодня не будете понимать, почему я там этот уровень поставил здесь, этот здесь, рекомендую посмотреть то видео для того, чтобы вы хоть как-то понимали, почему так происходит. Потому что, если я буду здесь сейчас указывать все нюансы, этот урок будет длиться часа два, а то, может, и больше. Так, я перешел на месяц, начинаем строить уровни. Смотрите, я буду строить только в том диапазоне, который нам нужен для торговли сейчас. То есть, тот диапазон, где находится валютная пара евро-доллар. Мне не нужно строить от сель до сель, потому что это много времени уйдет. Ну и, в принципе, этот диапазон тоже отмечать не надо. Я думаю, что где-то вот до этого штыря, возможно, мы отметим. И вот здесь вот тоже мы отметим. И этого вполне хватит. Значит, еще одна штука, которую вы должны запомнить, есть. Это то, что вы строите уровни на месяц, и те, которые видите как бы по истории, да. Но потом эти уровни, скорее всего, будут перестраиваться. Потому что мы будем переходить на более мелкие таймфреймы. Я имею в виду неделя и день. Но не аж 4, аж 1. И там масштаб будет меняться. Соответственно, мы будем видеть другие свечки. Мы будем видеть как бы картину более точно. Да, поэтому, если мы сейчас что-то ставим, мы учитываем вот историю, которая была. Но это может быть не то, что совершенно неправильный уровень. Он правильный, но он может быть потом смещен 100%. Так происходит в 90% случаев. Первый уровень я установил на цену 1.2580. Вот так вот. Да, тут я не стал привязываться именно вот к этим максимумам. Именно не стал к ним, потому что есть тут другие моменты. Смотрите, вот какой был отбой хороший. Вот тут тела закрепились под ним. И вот здесь был импульс, пробой, коррекция и продолжение роста. Ну и вот еще какое-то накопление было. То есть, я не привязываюсь именно вот к этому штырю, потому что потеряются некоторые моменты, скажем тогда. Но опять же, я сказал, что мы там будем еще все с вами корректировать. Да, теперь смотрите. Вот если вам кажется, что отскок тут маленький, то это месяц, тут отскок как бы это 700 пунктов. Да, поэтому здесь все у нас с уровнями хорошо. Теперь идем дальше. Нижний уровень надо поставить. Да, еще одна штука. Пока ставлю уровни. Смотрите, если у вас есть желание и тут поставить, например. И тут, и тут, и тут. Скорее всего, вы будете не правы. Почему? Потому что на месяце на самом деле не может быть сильно много уровней. И вы должны ставить только те уровни, которые прям вот хорошо видно. Вот прям вот такой раз, о, уровень. Когда вы строите, пытаетесь строить уровень, и у вас есть какое-то колебание, то есть то ли есть, то ли нет, то ли не знаю, то ли знаю, то это скорее всего не надо. Точнее, скорее всего, не надо строить там уровень. Лучше перейти уже на более мелкий таймфрейм, и там дальше все это делать. Итак, 19-18. Ну, здесь, видите, тела закрепились под ним. Вот здесь четко тень ударила. Вот здесь тоже тела закреплялись. Маленький ложный пробой. Вот здесь тоже тела остановка была. И вот здесь тоже хорошая была остановка. Ну, давайте на 19-20. Да, его поставим пока что. Пока что пусть стоит. Так, здесь у нас что? Ну, я думаю, 16 надо оставить, потому что с этого уровня был вот этот последний хороший рост. Потом, смотрите, коррекция тоже после выборов Трампа, Макрона и так далее остановилась здесь. И с нее продолжился как бы дальнейший рост. Вот, но есть еще вот такой штырь. Да, но на разных брокерах может быть, конечно, слегка... Ой, эти штырь, боже мой, что я говорю? Да, больше тут ничего у нас такого нет. Я имею в виду, что вот этот штырь. Да, то есть 16. Ну, тут 16.05 давайте, в общем, мы поставим. Пока. А там уже будем дальше с вами корректировать его. Двигаемся дальше. Что у нас здесь есть еще? Ну, вот тут по этому штырю, конечно, хочется поставить. Я с вами согласен. Да, потому что и тут вот штыряка есть, и вот здесь что-то есть. Ну, окей, давайте оставим тогда 14.90, чтобы прям взять, как говорится, самую вот эту тень. Да? А там уже перейдем потом на более мелкие, и там будем корректировать. Точнее, мы уже должны туда перейти, потому что я ниже идти не буду. Это будет долго. Есть один маленький момент. Смотрите, если у вас будет вот эта автопрокрутка выключена, и вы перейдете на неделю, то вас перекинет в историю 95-го года. И это очень распространенный случай, когда люди начинают клепать уровни за 95-й год. То есть это очень глубокая история. Нам нужен только современный рынок. Поэтому, когда вы тусуетесь на месяц и хотите перейти на неделю, сначала зажмите вот эту кнопку автопрокрутка. Она есть в метатрейдере 4, в метатрейдере 5. Потом переходите на неделю, и вы сразу будете в текущем рынке. Это очень важно. Потом надо отжать смещение графика к концу. И, соответственно, у вас будет видно больше истории. Сейчас вы поймете, для чего нам это надо. После того, как мы перешли с вами на таймфрейм неделя, мы новые уровни не оставим. Мы сначала поправляем те, которые поставили на месяц, потому что у нас таймфрейм как бы стал другой. Соответственно, как я говорил ранее, масштаб стал лучше. Мы стали больше видеть. Мы стали видеть вообще очень все хорошо. Давайте начнем с 25.80. Я думаю, что его нужно смещать ниже. Вот так вот. Я объясню свой выбор. Наверное, на 25 он пусть стоит пока что. Или давайте 25.05 даже, я думаю. Тут все просто. Смотрите, последнее масштабное падение, которое было, этот уровень его остановил и дал коррекцию, ну, почти как бы на 400 пунктов. Причем до этого глубоких коррекций не было. Потом, когда все-таки медведи начали давить, уровень пробило, но опять коррекция была к чему? К этому уровню. И опять продолжили падение на 2000 пунктов. После выборов там Трампа, потом выборов Макрона, этот рост остановился где? Опять в районе 25.05. Ну, там не четко в него, ну, четко это редко бывает, когда прям вообще четко. Да, потому что есть шумовые зоны возле уровня. Но факт есть факт. Он остановил, как бы, этот рост. Поэтому он, как бы, красавчик. Можем чуть-чуть мотнуть в историю, посмотреть. Ну, что-то есть. Дальше даже мотать смысла нам никакого нет. Уровень 19.20. Уровень 19.20. Уровень 19.20. Думаю, что его надо поставить чуть выше. Объясню почему. Смотрите, есть отбой раз, есть отбой два, есть, как бы, даже, типа, отбой три. Ну, вот видите, сопля висит. И вот, мне кажется, где-то вот так вот, 19.55, он будет смотреться довольно-таки, ну, мне кажется, неплохо. Да, я думаю, он молодец. Ну, если что, там, опять же, на дневке мы все с вами подправим. Это не есть проблема. Дальше идем. 16.05. 16.05. Пусть стоит, пока что есть два хороших удара. Третий удар, вот тут все отлично смотрится. Ну, и 14.90 на этом таймфрейме он смотрится хорошо на самом деле. Да, то есть я вижу, что он здесь четкий удар, здесь есть какие-то вот такие вот накопления. Да, поэтому он тут неплох. Кстати, посмотрите, 19.55, да, молодец по истории. Вот, и да, ну, больше 14.90 ничего нам по истории такого не дает. Кстати, в историю сильно углубляться не надо. Вот так буквально пару мотков посмотрели, подтверждения есть, нету, как бы и хватит. После того, как мы с вами все подправили, теперь можно поставить новые уровни. И, кстати, можно даже поменять цвет. Ну, я не меняю его никогда, но вам на начальном этапе, возможно, нужно его и менять, чтобы вы определяли точно откуда какой уровень. Хотя, неважно, этот уровень месяц, неделя, день, они все по силе одинаковые. Почему? Потому что уровень, который с месяца у вас стоял, вы перешли на неделю, там его подправили. То есть это, можно сказать, уже недельный уровень. Потом на дневке его подправите. Поэтому месяц, неделя, день, разницы нет. Все уровни идентично сильны. В общем, строим новые уровни. Я думаю, что где-то вот так вот, наверное. Давайте сейчас 12.40 попробуем. Я объясню. Ой, 12.40. 22.40. Я объясню свой выбор. Я же в телеграм-канале сегодня покупал. Потом мы ушли в плюс, сколько там, 15 пунктов по безубытку вынесло. И пока блог писал. Короче, да. Ну ладно. Бывает и такое. Бывает, ребята, и такое. Кстати, ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Там бесплатные торговые сигналы, идеи. И там можно задавать мне тоже вопросы. В общем, 22.40. Почему? Во-первых, это нижняя граница вот этого боковичка. То есть это даже не флет, это просто боковик. Во-вторых, здесь была задержка. В-третьих, есть вот такой штырь. В-четвертых, мы отсюда отлично отлетели последний раз. И в-пятых, после вот этого, отжимаем, после вот этого отбоя с этого уровня, этот уровень как бы тоже встретил и дал коррекцию на 260 пунктов. Поэтому подтверждение здесь, на самом деле, мама не горюй. Ставим следующий уровень. Здесь где-то в середине, ну, пока что ставить не будем. Думаю, там на дневке надо будет делать. А вот здесь 16.05 есть. Ну вот, возможно, мне нравится вот этот штырек и вот этот. Как-то они вот очень хорошо себя ведут здесь, да? Поэтому 17.10, я думаю, это будет прям отлично. Ух ты, и тут, смотрите, был пробой, коррекция, и с этого уровня полетели. Неплохо, да, неплохо. Так, все, мы поставили все с вами на неделе. Пора, вот эта зелененькая кнопка должна быть зажата. И переходим на дневку, потому что вы же знаете, если вы не зажмете, вы где будете? В истории, но уже за 2013 год. Поэтому зелененькую зажали, на дневку перешли, все, вы сразу в текущих ценах. Теперь здесь что нужно делать? Тоже нужно поправлять уровни сначала, с месяца, с недели, а потом уже ставить только уровни вот на этом таймфрейме. Я не буду идти куда-то туда пока что. Да, может вообще не буду туда идти. Мы вот то, что видим в диапазоне, то и будем сейчас корректировать. 22.40. Думаю, норм, потому что если поставлю 22.42, но я не буду ставить, я люблю такие более круглые цифры, поэтому 22.40 норм. 19.55, красавчик, посмотрите, как он здесь отбивал цену, как здесь отбивал цену, как здесь после пробоя и коррекции мы улетели хорошо вниз. Потом 17.10, ну здесь смотрите, да, не, он молодец, 100% молодец. Тут даже без вариантов. 16.05, мне кажется, что будто сопля не висела, надо, наверное, его повыше вот так вот поставить. 16.10, и тогда мы все усредним. Да, кстати, смотрите, по расстоянию между уровнями, это в том видео есть, которое я вам рекомендовал про три правила построения сильных ценовых уровней. На канале у меня есть, и в конце этого видео оно тоже появится. Там есть правило, что расстояние между уровнями должно быть не менее 100 пунктов. Да, поэтому если вы посмотрите, какое расстояние у меня, вы везде увидите, что расстояние не менее 100 пунктов. Это как раз и есть вот такой важный нюанс, который отличает те уровни, которые вы ставите на H1, и те уровни, которые мы ставим на старших таймфреймах. И этот нюанс дает как раз нам вот этот среднесрочный потенциал от этих уровней, я имею в виду среднесрочные сделки, которые мы любим с вами ставить, но в последнее время, к сожалению, в телеге у меня их не особо есть, то есть больше берем по 15, по 20 пунктов. Но такой рынок сейчас все-таки, лето, ликвидность падает, надеюсь осень пойдет, рынок опять станет лучше, и мы там с двух, с трех сделок опять же свои 500 пунктов, как мы это раньше делали, начнем опять делать. 14,90. Вот здесь вот, опять же я говорю, вот он вроде есть, но здесь есть еще вот такая вот как бы штука, да. И вот это меня чуть-чуть смущает, я думаю, что его надо опустить все-таки ниже. Я не буду опираться на этот штырь, потому что это штырь коронавирусный, вот это тоже коронавирусная фигня. Я думаю, что надо все-таки будет как-то усредняться, что ли, вот так вот, даже не вот по этому штырю, возможно, а вот по вот этому отбою и потом полету вниз. А вот здесь вот просто усреднить по телам и вот здесь по вот этому максимуму. Да, здесь тоже отбойчик есть. О, и здесь смотрите, как хорошо. То есть был рост, коррекция и поехали. Так, что еще есть? Ну, что-то тут по истории тоже присутствует, да. Тут, конечно, так себе, но это все-таки 2015 год, но потом уже здесь все хорошо подтверждалось. Да, поэтому я думаю, что вот именно 14,45 мы его оставим, потому что он здесь должен стоять. Я не могу сейчас до конца объяснить, почему именно вот он, потому что здесь нужно еще ставить дальше в диапазон. Я думаю, что если это видео наберет, ну, хотя бы, не знаю, там, окей, 70 давайте лайков, от 70 лайков вот так вот сделаем, и я увижу активность какую-то в комментариях, то я запишу уже полноценное видео про уровни и прям возьму весь, все вот это движение по евро-доллару, доделаю, доставлю уровни, доставлю все, что нужно для того, чтобы у вас эти уровни сохранились, да, на всякий пожарный. Ну, и вы поняли логику, почему я это делаю. Поэтому от 70 лайков, активность в комментариях, да, и мы это видео, конечно, сделаем. А пока будет стоять 14,45. Так, теперь мы все поправили, пора ставить, в общем, новые уровни. Я его, наверное, поставлю зелененьким, да, для того, чтобы тоже было какое-то различие. Опять же, говорю, я в торговле вообще их не меняю цветами, но для вас поменяю, чтобы у вас было различие. Так, первое, что я вижу, это сразу вот здесь. 20, наверное, вот сколько там, 52, ну, наверное, я думаю, будет 55. Да, хороший уровень, мне нравится. Отличный уровень, очень хорошо видно отбои, очень хорошо видно, и это же расстояние, сколько у нас, ну, вы видите, все ровно 100 пунктов. Да, есть там еще некоторые правила исключения по 100 пунктам, но в том видео, опять же, это все, ребята, есть. Смотрите, мы с вами определили те сильные уровни, которые могут развернуть цену, либо дать какую-то среднесрочную хорошую коррекцию. Среднесрочную, я имею в виду, что примерно в районе 70-100 пунктов. От 70, от 100 пунктов там и так далее. Поэтому мы с вами эти уровни проставили. Больше нам никаких уровней не надо. Диапазон у нас есть. Конечно, еще вот здесь что-то можно поставить. Да, вот тут видно два отбойчика, промежуточная. Вот, ну давайте, окей, поставим его. Пусть будет вот 18, сколько он здесь? 18, 40, наверное, да. Да, 18, 40. Не смотрим, что здесь какие-то были залеты. Наша задача при определении сильного ценового уровня найти только два места, где цена не смогла пройти. Все, все, что потом происходит, это нас вообще не волнует. Теперь переходим к построению трендовых линий. Мы будем строить их тоже не на H1, не на H4, а тоже месяц, неделя, день. Это будут те линии, которые показывают, покажут нам общее направление цены и покажут нам те точки, где можно ждать цену и, знаете, как бы понимать, что там может быть реальный разворот, чтобы раньше времени вот это не заниматься дрюкалкой вот этой, ловить там кучу стоплосов, ловить вот эти ножи. Потому что всегда у цены есть цель какая-то, куда-то она должна прийти. И вот как раз трендовые линии глобальные, комбо с глобальными уровнями показывают эти вот точки, где именно могут быть хорошие развороты. Начинаем тоже с месяца. Опять же, вот так вот ставить не буду, потому что это неправильно. Здесь было вот так, потом было вот так и сейчас вот так. Почему так? Я не буду тоже вдаваться сильно в подробности, потому что это все будет у нас сильно очень долго. На самом деле я про это очень подробно рассказываю целых два с половиной часа на платном обучении, которое, кстати, стартует у меня уже в сентябре. Новый поток. Так что моя личка, мой телеграм есть в описании к этому видео. Пиши, узнаваю условия. Цена дешевая, я там никогда ее не задираю. Результаты у учеников есть, показать есть что. Поэтому, ребята, милости просим. Так, все проверили. Тут четко все стоит по максимумам. То есть у нас стоит очень адекватная эта трендовая линия. И что мы видим? Мы видим, что третий отскок был. От нее уже, да, на хорошее количество пунктов. Потом пробой. И вот мы ходим. Здесь есть одна фишка. Сейчас мы все построим. Я вам расскажу, что это за фишка. То есть эта линия тренда еще на самом деле для нас важна. И она может нам принести какие-то деньжища. Так, что у нас тут? Вот эту не будем строить, потому что мы уже ходим вокруг да около возле нее. И здесь, ну, просто вот так вот из стороны в сторону. Я не думаю, что она сильная. На месяц, в принципе, мы все проставили. Можно перейти на неделю. И первое, что я сделаю, конечно, проставлю линии тренда по двум минимумам, которым я вижу. Да, и, наверное, по двум максимумам. Сейчас мы посмотрим, как здесь у нас... Да, слушайте, ого, смотрите, как хорошо все получается. Точно по двум максимумам. Сейчас здесь вот так, а здесь четко, наверное, вот так. Сейчас я его подкорректирую сразу на дневке. Так, здесь у нас четче надо поставить. И вот здесь все стоит хорошо. Все, отлично. И давайте еще здесь проверим. Видите, чуть не достает. Это как бы не годится, потому что должно быть вообще четко по краям стоять. Это же не аж один. Это глобальные линии тренда. Тут все должно быть настолько точно, что я не могу, ребята, передать словами. Все, отлично. Вообще супер. Теперь смотрите, что мы с вами увидели. Мы с вами увидели здоровенный диапазон, в котором ходит цена. У него есть верхняя граница этого диапазона и у него есть нижняя граница. Плюс есть контртренд с месяца. Что такое контртренд? Это внешняя сторона тренда. Кто не знает, если даже глобальный тренд пробит, то есть вы, например, здесь продавали в продолжение тренда, заработали денег, но потом тренд пробили в другую сторону, то есть нисходящий тренд закончился. В этом нет ничего страшного. Это тоже хорошо, потому что есть сделки классные. Классные сделки это с внешней стороны тренда. То есть если, например, мы здесь сделаем пробой и пойдем наверх, то как бы париться не надо. При коррекции я буду тоже следить за вот этой линией тренда, искать ближайший уровень и дальше покупать. Потому что именно глобальные линии тренда такие же сильные наравне с ценовым уровнем на глобальном таймфрейме. Но лучше, когда они вместе с уровнем в какой-то точке сходятся. Да, так лучше, точнее, прибыльнее, ну и меньше нервов. Переходим на день, потому что на неделе больше никаких линий у меня нет. И здесь я начинаю строить тренды с самого низу. Опять же, видите, по минимумам. Вижу, что мы этот тренд вроде как пробиваем. Ну окей, оставим его. Тут даже можно восстановить хронологию событий. Было так, потом вот так. Были вот такие вот каналы. Я рекомендую всем тоже хронологию событий вот так восстанавливать. Все, все эти каналы мы с вами уничтожили. Они пробиты, и у нас остается вот эта трендовая линия. Вот, теперь смотрите. Глобальные линии тренда отличаются чем? Если мы берем H1, H4, то там должен быть импульс, коррекция, импульс, коррекция. И там строим тогда уже линию тренда. В нашем случае бычу. Здесь же мы, например, тоже можем строить, когда обновляется максимум. Да, когда обновляется максимум. Кстати, у меня на канале опять же есть видео про тренды. Как правильно их определять, как правильно строить. В конце этого видео будет конечная заставка. Вы это все увидите. Переходите, обучайтесь, чтобы я тут долго на этом не фокусировался. И еще глобальные тренды. Можно ставить не просто вот импульс, коррекция, обновление максимума, а просто когда максимумы понижаются, либо минимумы повышаются. И в этом как бы нет ничего такого, скажем так, плохого. Видите, как мы здесь поставили? Здесь и здесь. То есть просто максимумы понижаются, а минимумы, соответственно, повышаются. И это можно делать вообще как бы no problem. Можно, например, там вот так как-то поставить. Или вот так вот, когда отбой был. Вот этого еще всего не было. Можно было ставить и вот так. То есть глобальные линии трендов вполне для этого очень-очень прям даже ребята хорошо подходят. Поэтому мы что с вами делаем? Мы строим линию вот здесь. Давайте, наверное, ее построим другим цветом. Опять же, все строится по краям. Все строится по краям. Я еще вижу, вот как по мне, то есть картину нужно смотреть больше целиком, потому что лучше наклепашить кучу линий, посмотреть картину целиком, потом эти линии удалить и оставить только то, что есть. Так будет, ну, лучше для вас. Я еще вижу вот такую линию. И я уже вижу, что на ней был какой-то даже отбойчик. Да. Поэтому вот эта палка, она нам на самом деле уже бесполезна, потому что здесь уже работают другие законы. Законы треугольника здорового. Да, то есть мы сейчас определились с вами, что глобального тренда уже восходящего у нас с вами нет. Есть нисходящий, но он пробит, и мы подбираемся к контртренду. Есть здоровый диапазон, в котором мы можем торговать. Как продавать среднесрочно, так и покупать. Очень, как бы, так долгосрочно. Плюс мы определились, что на дневке у нас есть вот такой вот треугольник, и мы сейчас ходим в его диапазоне. И это, кстати, я еще не учитывал новости в календаре. А сегодня они есть, это инфляционные американские данные. Но это я уже, наверное, про календарь, про то, как его там смотреть, уже, наверное, в последующих видео расскажу. Может, даже во втором видео этой серии. Ну и то, там мы посмотрим именно ту ситуацию, которая будет в тот момент, когда мы будем, как бы, с вами торговать. Поэтому сейчас ситуевина какая? Смотрите, мы присели на глобальную линию тренда. Она же нижняя граница треугольника. Но на уровень мы еще ножкой, как бы, не вступили. Плюс у нас контртренд, который поставлен четко по краям, указывает, что да, еще есть люфт, куда упасть, пунктов так примерно 50-60. Соответственно, мы понимаем, если даже перейти на H4, что да, здесь можно было купить. И мы с утра покупали от этой линии, ребята. И уходили в плюс. Потом, конечно, я не перезашел, потому что блог пишу. Вот. Но я вижу, что все равно выше не пускают цену. Не пускают. И это еще один момент для того, чтобы мне понять, что, скорее всего, еще будут опускать ниже. То есть, доказательства того, что глобальные вот эти все точки, на которые мы опираемся, чтобы развернуться, они расположены ниже. То есть, на палку присели, уровень достали? Нет. Пользу уровня, говорит, во-первых, его сила, потому что мы тут охрененно улетели, как бы, с него вверх перед этим. По истории он тоже, кстати, красавчик. Плюс контртренд смещен к уровню ниже. И, как бы, вот этот штырь, может быть, и только потом мы уже пойдем наверх. У вас, наверное, есть вопрос. Ярослав, вот, а если мы достанем? Вот, пойдем сразу. Ребята, тоже нет ничего страшного. На следующем занятии из этой серии я расскажу, как, если вы там провтыкали, цена ушла раньше вас. Либо же, вот, какие-то такие моменты, как заходить уже по рынку, не в уходящий пояс, ни в коем случае. А именно уже, когда тренд сформировался, и вы уже можете зайти и дальше, дальше, дальше двигаться. Это тоже у нас будет. Теперь смотрите. То есть, основная точка, мы определились, это уровень 17-10. То, что если даже будет пробой, ложный пробой вот этого треугольника, максимум куда-нибудь достанут до вот этого очень хорошего нашего уровня, потому что мы всегда ставим сделки в 90% случаев от уровня. В 10% случаев от глобальной линии тренда, ну и то, там тоже были сегодня краткосрочные подтверждения. Мы на следующем занятии их поговорим, про них поговорим. Подпишись на канал, чтобы ничего не провтыкать. Поэтому наша основная цель сейчас это разворот 17-10. Перед этим я объяснил, почему. Но у нас же должен быть еще второй план с вами. Ну, второй план, это понятно, это продажа в районе вот этой трендовой линии и опять же линии, которая у нас есть на неделе. И здесь мы тоже потом с уровнем будем определяться. Да, это скорее всего будет где-то в районе 21-30. Вот где-то вот так. Да, но это мы уже на следующем занятии опять же подробно поговорим. Сейчас мы говорим только про средний срок. Вот, поэтому, ребята, если, еще один точнее есть вариант, если мы, на покупку, если мы, например, проваливаем 17-10, то есть выходят какие-то супер-мега-пупер-новости реально. Например, сегодня выступает Джерем Пауэлл. Мы видим, что здесь подтверждений к развороту нет. Ни на одном таймфрейме, даже на М1. Тогда мы понимаем, что следующая цель это 16-10. Потому что, как ни крутись, сюда били два раза и очень хорошо улетели на 700 пунктов. И это, возможно, предположительно, будет уже нижняя граница. Вот, скажем, вот так вот. Какого-то здорового флета. Почему бы и нет? Почему бы цене не зайти во флета? То есть мы это предполагаем. Не факт, что это будет, но этот уровень, он реально красавчик, и он реально хорош. И если будут прошибать 17-10, да, то тогда это следующий уровень, который даст нам покупки. Также вы должны понять, в чем сила этих сильных уровней. Сила их в том, что если даже цена уходит дальше вниз, пробивает их, то все равно задержка на какие-то 10 пунктов происходит. Я имею в виду задержка и всплеск цены в обратную сторону. А что это значит? Это всегда дает нам перевод в безубыток и дальнейшее, как бы, лицезрение вот этого всего, что там происходит. Провалит дальше, ну, ваш убыток 0, ждете следующий уровень. Не провалит, пойдем выше, все, начинаем тралли двигаться вверх. В этом сила этих уровней, в этом сила вот этих среднесрочных уровней. В том, что цена всегда задерживается на них. Но, опять же, давайте не будем брать какие-то новости с коронавирусом, когда там просто происходят какие-то гэпы, там, еще что-то. Конечно, надо быть тоже в этом адекватным, да. Ну, вот, например, под инфляционные данные, которые мы увидели вчера и сегодня там по Америке, то эти уровни вполне могут сдерживать это движение. И я не думаю, что это составит какой-то, короче, не составит им какого-то труда. Я надеюсь, вам понятно, о чем мы с вами сделали. Мы определили с вами сильные уровни в том диапазоне, в котором мы находимся. Мы определили с помощью глобальных линий тренда более точный диапазон, в котором будет ходить цена долгосрочно, возможно. Мы определили с вами на D1 еще более узкий диапазон. Определились с двумя уровнями, которые мы будем с вами, с которых мы будем с вами покупать при подтверждении, а может просто при маленькой задержке, но у нас, мы знаем, что у нас будет всегда без убыток. И мы определили с вами точку для продаж на данный момент. Напомню всем, что на H1, на H4 я переходить не буду. Это будет уже следующий у нас урок. Я там буду говорить и рассказывать, почему, например, вот здесь я с утра покупал, да, или как нам здесь двигаться дальше после разворота. Если, например, сейчас мы развернемся, не достанем до 17.10, что нам делать дальше? Где покупать дальше? Причем покупать не просто так, а безопасно. Коллеги, я надеюсь, вам все понятно. Если что-то непонятно, вы знаете, что комментарии всегда открыты. Можно писать, задавать свои вопросы. Я даже скидываю вам скрины с объяснением. То есть я вас не оставляю без внимания вообще никого. Также напомню, что если вы не подписаны на канал, подпишитесь, пожалуйста, обязательно. Поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда выходят новые видео, чтобы вы ничего не пропустили. Также лайкос этому видео, если вам оно понравилось, в подубайка, если вам оно понравилось, это по-украински. Да, ну и по возможности делайте репост этого видео к себе в социальные сети, рассылайте друзьям. Так вы поможете развитию моего проекта, и я буду дальше клепать для вас очень полезные видео. Ну и это, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Скоро выйдет вторая часть из серии этих уроков, вы помните, да? Поэтому скоро увидимся. Всем хорошего дня, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!